Обязательно изучим вопрос, как проводить измерения, какие особенности есть у прибора, какие особенности есть у нас. И поэтому мы сейчас вначале поговорим вообще, что такое прибор Белокуса. Ольга Васильевна уже рассказала очень интересно, рассказала про Римако, как мы слушали первую презентацию, как приезжал к нам президент Воронеж. Конечно, большая благодарность президенту Тома Кирилловской за то, что мы соприкоснулись и стали работать с удивительным прибором, очень информативным, это прибором Белокусар. Белокусар-рефлексограф – это прибор, который изобрела Мартина Грубер и которая дала возможность нам работать на нем. Белокусар-рефлексограф в 2008 году был сертифицирован как медицинский прибор Всемирной организации здравоохранения. Поэтому прибор используется сейчас в Европе, в таких странах, как Германия, Австрия, Жвейцария, в клиниках, в аптеках, в детских лечебных учреждениях, в домах с инвалидом, как медицинский прибор. А это очень важно. Поэтому мы сегодня с вами узнаем, на что же способен этот прибор, как к нему подойти. Вы все знаете, у вас они находятся, приборы. Значит, сейчас мы с вами посмотрим. Вот смотрите, когда мы приходим к врачу, первое дело. Здравствуйте, здравствуйте. Что у вас болит? Пожалуйста, вздайте анализ, пройдите УЗИ, сделайте томографию и приходите. И человек начинает обследование до тех пор, пока он соберет вот эту базу данных, и мы потом приносим. Врач, если нормальный результат, он, конечно, скажет, да, замечательно. Вот вам то-то, то-то, то-то. А если он еще не очень хорошо ориентирует, он скажет, идите еще сдать другой анализ. И получается, что результат мы получаем очень легко. В чем же особенности прибора биопульсала? Как видите, без раздевания, без подготовки, не надо, как говорится, голодать перед тем, чтобы сдать анализы. Не надо стоять в очереди. То есть очень много всевозможных вещей, которые мы сразу же решаем. И это прибор биопульсар. То есть таким образом, в чем же заключается вот эта вот особенность, что мы получаем на этом приборе? Прибор биопульсар – это фиксограф. Как вы видите, он сей, вот прибор, компьютер и вот такое у нас объединение. Что мы измеряем? В основе прибора лежит теория акупунктура, которая известна более пяти тысяч лет. И именно теория акупунктура является основой основ данного прибора. Что такое акупунктура? Акупунктура – это точки, которые находятся у нас на ладони, на уши, на стопе, дающие информацию о работе наших фото. Вот в этом основа основ этого прибора. Таким образом, мы имеем возможность, положа руку на датчики, причем датчики покрыты золотом 24 карата. Поэтому чувствительность очень высокая. И вообще прибор работает, как говорят, как детектор СЖ. То есть он настолько чувствителен, что мы сразу видим картинку работы наших 43 органов за одну минуту. Затем мы будем видеть, когда мы сняли руку, мы сейчас все это проделаем с вами, мы будем видеть графики, о которых тоже будем сегодня говорить, ауру и назначение врачей-практиков Европы, которые работают уже с этим прибором очень давно. И программное обеспечение, которое у нас снабжено к этому прибору, сервер у нас находится в Австрии. И все данные перерабатываются и приходит к нам информация, точная информация именно с этого сервера. Пойдемте дальше. Мы уже говорили, что зачем нужен биокурсам клиенту. Вы знаете, вот сейчас я вам расскажу первые эпизоды, которые были связаны именно с моей работой на этом приборье. Мы раньше совершили, мы сейчас правильно все делаем, а раньше, да приходите, вот сейчас придет человек, посмотрите, да пожалуйста, садитесь. Нет бы спросить у него, что вы принимаете, как вы себя чувствуете. Я слава руку, все, 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 а он сидит и улыбается вот так, думаю, что что улыбается. Я с ним начинаю разговаривать, а он мне говорит, угадала, ну так прям угадала, ну прям точно, у меня вот в печени тут проблема. А я говорю, ну давайте, а потом я уже как-то поняла, думаю, ну что бы не угадал, да что вы принимаете. Тут я уже это угадание, вы понимаете, но вы будете с этим сталкиваться, это точно в начале. Почему? Потому что люди, мы очень, кстати, злые бывали. Угадал бы угадал, я же тебе деньги плачу. Вот, поэтому будьте к этому готовы. Ну мы будем готовы, потому что у нас будут анкеты, у нас будет все как положено, и человек, конечно, будет вам доступен по всей информации. Поэтому он приходит получить информацию. Затем, чтобы получить от вас какие-то рекомендации. И, конечно, вы знаете, вот уже я много работаю, почти 10 лет с этим прибором. Большая благодарность людей. Очень много людей, которые ко мне возвращаются, которые приходят именно просто для того, чтобы посмотреть состояние своего здоровья. И самое главное, нужно понимать, что мы не ставим диагноз, мы даем возможность быть здоровым человеком. Потому что мы видим, в какой органе есть маленькая какая-то проблема. И мы ее исправляя, начинаем становиться здоровым человеком. Поэтому самое главное, прибор дан для того, чтобы мы были здоровы. Болезнь – это уже фактор, мы идем к врачу. И мы сегодня будем говорить, как не допустить эту болезнь. И вот благодаря этому прибору, который видит заболевание органа за 3-4 недели, за 3-4 недели. Вы понимаете, особенно ситуации такие бывают. Человек приходит, кладет руку, вроде веселый, здоровый, нормальный. А там катастрофа. Я начинаю говорить, а он мне говорит, да нет, у меня пока нет ничего. Один мальчик, который был, ну, необычно красивый, он дзюдо занимается, все, безукоризнен. А он просто пришел, разве интереса, положил кучку. Я говорю, он всегда в кучках, кажется, Камеша, ты смотри, как ты сейчас жара, и ты собираешься на соревнования. Он говорит, ой, какой камень, да вы что, какой камень, да что. Ну, там красавец просто, с какой-то брутальной мишечкой. Прошло 4 дня, звонит его мама. Говорит, Максим в больнице. Выходит, Камеша. Вот, скажите, пожалуйста. Вот, это был первый, причем случай такой, который я запомнила прям очень-очень-очень. Я еще не так ориентировалась хорошо, но этот случай я запомнила надолго-долго-долго. Я всегда привожу этот пример. Так что клиенту мы нужны. А зачем он нужен нам? Для того, чтобы, конечно, сейчас очень сложно познакомиться с людьми, как вы видите. Все верят, не верят, очень обстановка сложная сейчас. А когда вы будете приглашать на прибор, во-первых, можно пригласить просто попить чай. И, между прочим, сказать, слушай, я тебя посмотрю, а у тебя весь машет там-тану. То есть мы завязываем знакомства. У нас появляются новые регистрации. Самое главное, мы охватываем новый круг людей. Абсолютно новый, абсолютно, понимаете? Потому что каждый из нас находится в определенном социуме, правильно же? Как нам выйти? Ай, ну почему, не интересно, пойдем, пойдем посмотрим. Ты не представляешь, какой-то прибор там классный. То есть все зависит, как мы его преподносим, этот прибор, с какой любовью мы его преподносим. И самое главное, помните, самое главное, доставить человеку радость общения с вами, с прибором и с информацией, которую вы дадите, такую, чтобы она его захватила, чтобы он был ваш, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Это искусство. Но тем не менее, это вот нужно. Пойдемте дальше. Сейчас я вам раздам анкетки. Пожалуйста, вы заполните первую свою анкетку. И эти анкеты вы сделаете в цирокопии, будете раздавать своим клиентам. Пожалуйста. Раздавайте, то есть остатки. И второй анкет, пожалуйста, сейчас мы с вами разберем, для чего это необходимо. Чтобы они у вас выйдут. Значит, первая анкета, посмотрите, бумаги. Это анкета информативная, которая дает возможность узнать о человеке, которых вам... О человеке как можно больше, понимаете? Потому что, когда мы будем делать измерения, вот эти все вопросы, они очень сильно влияют на то, что правильные интерпретации результата. Например, вот смотрите, какой возраст, да, вот эти все контактные телефоны, это ваши контакты. Вы с ним всегда созвонитесь. Вы всегда с ним можете быть в контакте. В любом... Или по почте, или в ватсапе, и так далее. Сколько вам лет? Это очень важно. Это очень важно. Потому что вы будете ориентированы в состоянии гормонального фона в это время и различных вещей, которые с возрастом мы очень четко видим. Кроме того, какие вам делали операции и когда? Это тоже влияет на графики. И графики совершенно другие. Металлокерамика в лоток очень сильно влияет на графики. Как часто обращаетесь к врачам? И самое главное, какие медикаменты принимает человек на данный момент времени? Потому что вот такой случай. Приходит человек ко мне. Я вижу, это абсолютно больно, не заблевает. Делал не в идеале. А я вижу, он натекший. Он видит, что он теперь тонет. Я говорю, какие продукты вы принимаете, что вы пьете. Ну, мне назвал лекарство. Как доктор правильно подобрал лекарство. Это идеальные графики болотного мозга. Идеальные графики сердца. Это тоже примените. То есть почему мы обязательно спрашиваем, что принимают. А были такие пациенты, клиенты, которые пили лекарства, но графики были из рамок выводящие. Я говорю, вам неправильно подобрано лекарство. Таким образом мы можем сориентироваться, правильно ли пьет человек. Я говорю, ну, сходите к врачу, чтобы он подобрал, может быть, другие дозировки, может быть, еще что-то. То есть вот это почему мы это. Боже мой, обязательно должны знать. И что используют из гима-самб. Если он знает эту продукцию, то тоже это можно посмотреть, как это работает. Ну, понятно, для чего нам нужно анкета. Всем понятно, да? Хорошо, пойдемте дальше. Для чего нужен тест на дефицит астрогена? Может быть, кто-то мне скажет сам? Для чего? Ну, кто-нибудь один скажите, пожалуйста. Да не помните, говорите. Жмонально легко определить человека по этому тесту. Или бы вообще, по какой-то. Вот это для чего нужен тест? Для предстояний у человека. Вы понимаете, как надо поменять это? Эстрогеновый фон очень важен для женщин. Когда женщины попадают в менопаузу, и это начинается сейчас очень рано, очень ранее менопауза начинается, то количество астрогена уменьшается, а человек страдает. Начинает страдать у него и гипертония появляется, боли в суставах, нарастание мышечного жира. Она сидит на диете, а у нее живот растет, она там то-то, а у нее она все мужает. Понимаете? Вот этот у нас тест обязательный. Обязательный тест, который дает вам возможность потом правильных назначений. Ну, это целая лекция, поэтому мы не будем останавливаться на эту тему. Вы почитайте, со спонсором поговорите, мы за ним будем спрашивать это. Но самое главное, должны понимать, что эстроген – это очень важный для женщин. Поэтому с возрастом надо обязательно вот этот уровень регулировать. Если у нас в организме его нет, помните, если вы не употребляете фитоэстрогены, вы начинаете поправляться. Почему? Почему? Потому что жировая клетка начинает принимать на себя и вырабатывать эстроген. Поэтому, чтобы человек не съел женщину, травку она будет есть, она будет сидеть на жесткой диете, она все равно будет поправляться. Вот этот тест еще раз повторю. Вот, пожалуйста, отпечатайте, и чтобы с кем бы вы, кто бы к вам не приходил из женщин на прибор, всем нужно обязательно рекомендовать вот этот пройти тест. Ну, а теперь давайте поговорим о том, как проводить измерения. То, что измерения должны проходить в отдельной комнате, где только находились вы и ваш клиент, это самое главное. Тишина, тишина, покой, это тоже очень важно. Руки у клиента и у вас должны быть чистыми, обязательно. Снять все украшения, часы и все положить как можно дальше, потому что сейчас электроника очень серьезная и может давать некорректные измерения. Это тоже имейте в виду, да, лучше в шкатулочку какую-то сложить, аккуратненькую коробочку такую положили, это будет красиво, эстетично и очень хорошо. Дальше. Обязательно я всегда смотрю ладошку человека. Для чего? Что дает мне эта ладошка? Что она мне дает? Ну-ка, скажите, что может мне дать ладошка? Влажность, сухость. Молодцы. Влажность, сухость, правильно? Потому что на приборе рука не должна быть слишком влажная и слишком сухая. Очень сильно влияет граждан. Очень сильно. А если холодная или горячая? То же самое. Молодцы, очень хороший вопрос. Холодные руки обязательно должны согреться до температуры нормальной. Почему? Особенно, знаете, зимой, когда приходят ледяные руки и кладут. В графике абсолютно там будут... Вы даже можете все это потом сами проэкспериментировать. Когда вы будете работать, вы будете учиться класть руки. Вот положите и холодную руку, и горячую, и мокрую. И посмотрите, какие у вас будут графики. Просто я вам говорю сейчас из практики. Но это обязательные факторы. Если вам человек сказал, что там кольцо не снимается, попросите все равно, чтобы он снял это колечко. Обязательно не забывайте о наших ушах. Забывайте об очках. Металлическое оправление. Это не забывайте. Почему? Потому что это очень важные факторы, которые нам необходимы. Далее. Здесь вы видите две ладони, которые у нас есть. Большая и малая. Это зависит от того, большая рука у человека или маленькая рука. Вначале говорили, что это мужская и женская рука. Но сейчас все-таки склоняются к тому. Говорят, что это большая и малая рука. То есть есть большие руки у женщин и маленькие руки у мужчин. Как маленький может положить руку у мужчины на большую и снижение. Вот. Самое главное помнить, что это золото 24 каратта. Оно очень чувствительное. Никогда не надо надавливать на это. Никогда не довисит. Но ощущать надо все электроды на руке. Ни в коем случае не двигать, не двигать по поверхности. Вот туда-сюда, туда-сюда. Нет. Вы сами кладете руку человеку. Здесь рекомендую положить руку таким образом. Вот мы кладем и вот так заполняем. Но помнить, но помнить одно, что акупунктурные точки находятся чуть выше. Выше, не в предыдух. Понятно? Это понятно или не понятно? Ну? Лишь чего? Вот наши пальчики. Акупунктурная точка вот начинает. Вот не на кончике, а здесь. Да. Поэтому сейчас, сейчас я вас хочу попросить на приборе попробовать положить правильно руку. Включить ваши приборы. У вас все подключены приборы к программе? А чего вы что? У вас подключены к программе? Да. Давайте мы сейчас. Почему? Или мне показать? Показать. А мы сейчас включим? Сейчас будем так включить. Верс. 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 Сейчас я покажу. Давайте, как покажу. Сейчас в программу войдем мы. И потом продолжим дальше. Просто это очень важно. Мы как раз... 12. 12. Сейчас я включу программу и покажу вам, как... Посмотрите, все внимательно, можете подойти поближе ко мне. Подходите сюда. Так. Мы... Мы смеемся, да. Вы смотрите... Я вот так развернусь, чтобы удобнее было. Вот смотрите. У вас откроется вот такая картинка. Но сейчас она более сжатая. В виде она будет более широкая, потому что мы поработаем с экраном. Рука. Помыли. Кладем руку. Я вот рекомендую вот отсюда положить. Вот. Но самое главное, помните, вот здесь мы кладем в ребро. Бальчик лежит в ребре. Сейчас я еще... У вас мизинец получается на вот этом... Большое... Вот смотрите, девочки. Вот я кладу. Правильно, я кладу руку. Вот смотрите, внимательно, как я положила. Опустили обязательно локоть. Расслабили руку. Вторая рука для чего? Для того, чтобы энергия Игоря Викторовича и вас не попадала. Она уже попала на прибор. Она уже попала. Но она попала. Но когда вы будете, вы же будете там в своем. И включаем прибор. Включаем прибор. Вот смотрите, как ауру у меня меняется. Вот. Девушки, всем на поправку. Вот. Да. Нирвана я почему-то голубая. Вот. Народа много стоит рядом, поэтому все равно. Понятно, да? Все. Сейчас я хочу вас попросить, пожалуйста, потренироваться, положить руку. Мы посмотрим. Да. Да. Будем сломать. У кого голубая и зеленая, у кого белый, там пахнуть. Боложую. Да. А мы сейчас проверим. Кто из вас потерял? А можно? Нет, нельзя, да? Нет. Почему не здесь? Можно по мне сюда, да? Со мной, пожалуйста, вы сейчас. Мы сделаем. Да. Пожалуйста. Следующий. Присаживайтесь. 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 Мы сейчас учимся к мосту. Смотрите. 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 Вот видите, я говорила, что... Девочки, еще раз вот смотрите. Акофунктурная точка, они находятся вот... Вот видите, на слабочке. Поэтому червочка должна лежать. Вы сейчас положите, чтобы я посмотрела. Смотрите. Вот так. Недолимый прибор. Вот идеально. Это чуть выше. Чуть выше. Поняла? Да. И я включаю прибор. Конечно. Мы не посчитаем, сколько это стоит. А что нам будет? Смотрим, смотрите. Проказываю. Ау. Ну, не такая. Да. А в голове-то считаете. Что это значит? А его... Все нельзя. Нельзя так снимать. Понимаете, вам я не дала команды. Да нет. Они буквально все. Все. Ну, вы поняли, как вас... Давайте еще раз. Еще раз. Еще раз. Продолжение следует... Следующий. Как я выкручу. Мы еще можем... А, врачи тоже... Возьмите внимания. Ребята, это... Возьмите внимания. Это... Возьмите, как вы... Можете... Да. Можете... Вот смотри. Оно и вонажет. Смотри, пожалуйста. Да. Возьмите. Это... Продолжение следует... 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 Да, измерение получилось. Вот я к чему хочу сказать. Не пугайтесь и не пугайте человека. Обязательно посмотрите. Вы это понимаете, а человек не понимает. А вы должны все это так обыграть. Все-таки человек в стрессе, его успокоить и таким образом наладить с ним дальнейшее отношение. Вот сейчас мы все делали своё ауру. Видели, да? Вот посмотрите. Аура головы. Мы сейчас будем рассматривать с вами ауру головы и ауру органов. Аура головы. Максимальная энергетика, когда вот этот белый стол. Девочка, не знаю, как зовут? Олеся. 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 Очень приятно. У Олеся. Мы потом, я её график выведу. У неё вот такой белый стол. Это очень большая энергетика. Это талантливые творческие люди. И это вы сразу можете говорить человеку, что у него очень хорошие внутренние способности и так далее. Когда аура всего организма, она у нас бирюзово-зелёного цвета. Это гармония. Вы это запомните. Вот когда всё бирюзово-зелёного цвета, то есть органы работают, взаимодействуют между собой, они все в полной гармонии любви. Это самое лучшее. Как только начинаются другие цвета, мы сейчас о каждом цвете будем говорить, то там уже блок, идёт блок, который нам надо расплакировать, чтобы именно получить бирюзово-зелёный цвет. Вот. И теперь поговорим об ауле головы. Вот, давайте посмотрим. Белый цвет. Это сильная энергетика, высокие душевные качества, лёгкость в работе. Аура у нас на месте. Розовый цвет. Вот, то есть, вот эти верхние цвета, это очень хорошие цвета. Я не могу... Давайте вот вы посмотрите внимательно на них, сфотографируйте. И в работе они вам пригодятся. Когда вы будете видеть, в каком состоянии находится умственная способность у этого человека. Например, синий-зелёный цвет, извлечение, стойкие, гармоничные чувства. То есть, очень он стойкий, он гармонично развивается. Вот яблочное зелёное всегда, когда приходит, это любовь к природе. Я говорю, вы часто на природе любое? Ой, да вы не представляете, как я люблю к природе. Я не говорю про цвет, я говорю о том... Ну, просто я наизусть это всё знаю, поэтому мне легко. А вот тёмно-оранжевое, усталость, нехватка. Вот всё, что ниже, это вам просто надо запомнить, что это энергетическая нехватка. Нет энергии в человеке. Всё, что ниже бирюзы, вот эти жёлтый цвет, жёлтый, такой поличневатый цвет. Вот чёрный, мрачный, это сильный, это депрессия. Кто бы я вам рассказывала, это депрессивное состояние. И таких людей, к сожалению, сейчас... Но здесь очень важный момент. Просто я не буду называть фамилию. Проводили при мне работу на биопульсаре. И говорят, ой, у вас такая депрессия там. А там просто головной мозг, я видела эти графики, несколько участков не попали на электроды. Вот девочка у меня спросила. То есть, если рука не попадает на электрод, на графике будет прямая линия. А на ауле она будет мрачная чёрная. Это имейте в виду. Никогда не говорите, что у человека депрессия просто графики не попали в нужную точку. Это очень важно. И так же на любом органе. Всегда сделали и посмотрели, какие точки прошли, какие не прошли. Второй раз делать не надо. Это потому что результаты будут другие. Уже совершенно нужно здесь. Первый раз, первый, как вы делали. Да, не попали, ничего. Вы даже о них можете не говорить. И продолжаем дальше. Вот что касается ауры головы, понимаем, что выше красивые цвета вот эти. Это очень всё хорошо. А что ниже, это не вкладка внутренняя. Пойдёмте дальше. А вот скажите, что это не совпадает. Это в зависимости от чего. Что цвета силовые нет, как обычно. А тело? Ну, это так вот сейчас мы об этом будем говорить. Сейчас я об этом буду говорить. Мы сейчас теперь поговорим об ауре наших организмов. Что показывает аура? Уже голова, это само собой. Мы посмотрели цвета. А что же показывает тело, да, ау, ау, ау? Я сразу по ауле вижу, сколько человек пьёт воду. Как он питается, так всё видно абсолютно. И вот это нужно знать. Сейчас то, что я вам показываю, но я вам простым языком скажу. Это из доклада Мартины Груба, у нас всё-таки доктор, профессор, мы простым языком скажем. Значит, в крови у нас ГАШ крови 7,4. Все мы это знаем. Нейтральная сведа, да? Вся система это нейтральная 7,4. Если начинаются усиливаться вот кислородные процессы, окислительные процессы, то есть абсолютно чётко идёт окисление. И помашь у нас становится 7, сколько? Если кислая сведа, сколько? Вверх или вниз пойдёшь? Вниз. 7,3. 7,2. Понятно? Это кислая сведа. А если 7,45, там, куда выше, это щелочная сведа. И вот таким образом мы можем по цвету ауры судить, какая среда сейчас, в какой среде пребывают органы. Понимаете? И вот это нужно чётко понимать. Поэтому вы можете задавать вопросы, потому что вот это жёлтое, это алкалоз. Алкалоз – это щелочная, больше щелочек в организме. Алкалозы, они, вы можете спросить, есть ли у вас судороги, как было в окружении, иногда сознание. Но сознание – это очень плохо, совсем очень плохо. И окислительные процессы, например, если будет ацидоз, что вы сами прекрасно понимаете, больше кислоты в организме – это и гастрит, и другие-другие совершенно процессы. Но с продуктами, нашими продуктами, мы легко можем исправлять эти ситуации и понимаем, почему я… Я не говорю вообще о чём, я не говорю о балкалозе, о цидозе. Человек, ну, зачем это? Это мне нужно. Вы просто спросите, сколько вы пьёте воды? Если человек пьёт мало воды, мы с ним начинаем разговаривать. Вы видите картинки эти, картинки. Вы сейчас все видели свою алку. Видели все. У кого-то вот здесь белое всё. Это о чём говорится? Вот сейчас мы с вами посмотрим, о чём это всё будет говорить. Вот смотрите. Вот это обязательно нужно, чтобы у вас всегда было под рукой. Потом вы, конечно, будете много когда работать, вы всегда будете ориентированы. Но самое главное помните, что бирюзово-зелёный цвет – это норма. Бирюзово-зелёный цвет. Если в голове, когда ауру головы мы показывали, белый столб – это супер, то в теле – это коллапс. Энергетический коллапс. То есть орган перед болезнью. Запомните, белый цвет – это уже у человека можно спрашивать. А есть ли у тебя поваливание? Ну, в зависимости, где это. Ощущения. У него уже появились болевые ощущения. Если белый цвет – это уже болевые ощущения. Если розовый цвет, он может сказать, да, слушай, иногда приступы бывают. Я просто объясняю вот эти сложные написания просто простым языком. Допустим, вот голубой цвет – просто какой-то дискомфорт. Иногда. Вы уже по цвету вы должны правильно задать вопрос. Не просто у тебя вот тут уже костре или там язвы же нет, а именно аккуратненько подойти к нему. Подойти, спросить о воде, спросить, как что, что принимал, где отдыхал, почему, и подвести его к тому, что он скажет вам, что у него иногда побаливает Бог. И кушает он свинину. И ездит на шашлыки каждый день. Допустим. Дальше. Что-то вы так притихли. Ненаваро, ненавармация. Так, пойдемте дальше. Нет, я вам рассказываю, чтобы вы правильно понимали это. Желтый цвет. Небольшой дефицит энергии. Вот, видите, слегка щелочное состояние. Легкий дискомфорт. Как я говорю всегда, вот эти цвета, желтый, оранжевый, красный, это органы в болоте. Это проще. Вот, наверное, простым, так нельзя, конечно, говорить. Но это равносильно тому, что, в общем, представьте, что ваши органы находятся не в красивой, чистой среде, в болоте. В вашем организме. Ваш организм, это аквариум, допустим. И в нем просто воду не меняют, очень долго. И вот это состояние, такое, которое характерно для этих цветов. Это имейте в виду. Что мы должны сделать? Мы должны побольше попить воды, посмотреть, как работают почки и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много, много всего. Но сразу надо понимать, поговорить с человеком. Особенно сейчас очень многие увлекаются пить щелочек. Очень любят они соду попить. очень многие сейчас перетесь пьют по зарубу. И вот, кстати, если у вас есть такие клиенты, пригласите, посмотрите их аудиторию. Это очень интересно. На самом деле, я даже не буду вам говорить, это как домашнее задание. Потом вы мне в воскресенье сами не скажете. Это очень интересно. Посмотрите. Попробуйте сами, допустим, не пейте. Ну, хотя бы часа четыре посмотрите на свою ауру. То есть, очень сильно влияют процессы питья воды. И самое главное, если человек к вам пришел вот такой, знаете, возбужденный есть вот такой, дайте ему стакан воды попить. Пусть он успокоится, обязательно успокоится. Потому что ни в коем случае на бегу не проводите анализы. Ой, не проводите измерения. А вы знаете, иной раз, ой, да ладно, садись, быстрее, руки помыть, только все, снимай, все, давай, у меня нет времени. Ты понимаешь, нет времени, я тороплюсь. Нет, так не может быть. Прибор очень, очень, знаете, как я, как я, это, ну, как вот ребенок такой, который требует внимания и с ним надо дружить. понимать его и чувствовать прибор. Ну, для этого можно, конечно, изменить. Естественно, конечно, можно изменить. И с ним надо быть аккуратным, мучей аккуратным, потому что он капризный прибор, капризный, мучей капризный прибор. Ну, сейчас, как-то, сегодня он прям замечательно работает. Придите, пожалуйста, можно вопрос? Да. Прошу прощения. А вот если, допустим, человек сидит с рукой уже, да, то есть он на поле встал, он на поле встал. Довем встал, да. И если ему дать воды в это время или не надо ничего, запомните на всю оставшуюся жизнь. Будете работать с прибором. Положили руку человеку ни вправо, ни влево одна минута сидеть. Ну, я 30 секунд делаю, 30-15 секунд, там, я уже когда вижу врачи. Ни в коем случае никаких подвижек туда-сюда, никаких разговоров никаких. Единственное, молитву про себя можете читать. Это единственное, что я могу предложить. Ну, это лучше. Вообще просто спокойствие, должно быть спокойствие, душевный покой. И самое главное, никаких лишних движений. Ни в коем случае. Даже об этом разговор работать не может. Это могла сказать, серийный клет гель на руку. Как гель на руку не носить? А, как гель на руку? Значит, к сожалению, достань там в моей кармашке зеленую сумку купить. Зеленую зеленую. Пожалуйста. кармашки, кармашки сбоку, слева, 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 кармашки. Вот посмотрите, пожалуйста, вот сейчас продаются вот такие гели для УЗИ. Они очень хорошие гели. И особенно я рекомендую всем, если вы когда попробуете руку, человеческую, руку, в которую клиент к вам пришел, вы, пожалуйста, посмотрите, если она очень сухая, то, что омегу сразу можете назначать смело, омегу с крилем или металл, плюс сразу назначать можно. Капелька геля, капелька капается и обязательно кремом мы обрабатываем руки до состояния сухости. Вы понимаете? Но мы убираем сухость все равно для того, чтобы график лег ровно, абсолютно ровно. Потому что, вы знаете, еще бывают такие ситуации, когда руки помоют очень агрессивные мыльные эти все составляющие. Поэтому гель это как из один из очень хороших вариантов. Когда я этот гель это обычный гель для УЗИ средней вязкости. Вот у меня гель. Он у меня уже закончился, но тем не менее очень удобно с ним, но самое главное не переувлажняйте, не переувлажняйте ручки. Потому что у вас будет тогда все прямые красивые и человек будет не здоровый всего ничего все будет длинчать. То есть это вот такие вещи такие тонкости которые тоже надо знать. То есть если вы дали капельку маленькую капельку гельюнг обязательно по ладошке и вот так полностью чтобы все впиталось и тогда пожалуйста попробовали ручка нормальная она не влажная положили и у вас пошли красивые графики. Пожалуйста. Я это у меня Кирилл и Старом мы начнем такие вопросы как есть какие организмы на металл в данном случае есть с каждым клиентам обязательно мы же об этом говорили анкета для этого наш прибор не влияет там нет это я вам расскажу в случае такого ничего значит этот прибор может использоваться и для детей для беременных женщин я не имею не до ухудшения состояния в данном случае клиента а нормальное измерение для этого то есть человек постоянно стоит на показания конечно там не будет врач там конечно конечно если рука влажная все равно одевается нет нет если рука влажная конечно нет просто наоборот должна рука высохнуть и совершенно чтобы не не должна быть влажная запомните она должна в нормальном быть состоянии не сухая и не влашная почему вот этот вот гель у кого очень-очень сухая рабочая очень сухие руки очень они и пока ему намажешь пока сделаешь ее такой пластичной только тогда приступать к работе почему дальше дальше я хочу сказать если вы куда-то едете с прибором у меня был такой случай я возвращалась из Ростова сейчас же все проверяю и у меня прибор все время никогда такого не было и они смотрят на экране там и моя коробка стоит две руки я не знаю никого идите сюда что у вас в этом я говорю прибор что за прибор я говорю ну не взрывной ничего и я сразу открываю чемодан свой и показываю он смотрит на меня то есть вы должны быть готовы ко всему я сразу же показала лицензию я показала что это безвредный прибор что все и тот же он сразу же заинтересовывается говорит и что же он показывает все показывает какой человек помню какой врач и так далее и так далее вот и конечно я говорю он так посмеялся говорит ну выгодит следующий раз предупреждайте я первый раз вообще столкнулась с этим и когда мне предложили полететь знакомые в чехии приезжай там радио у меня там много всего знакомых и мы с тобой именно на белый пульсар я так испугалась я эту картину представила потом в аэропорту прибор и так далее но тем не менее у нас есть лицензия у нас есть разрешение и если что вы вынимаете спокойно прибор показываете его особенно чтобы у вас всегда с собой были документы вот я к чему хочу сказать плюс если вы идете на презентацию на вива пати кто-то вас пригласил хозяинка вы обязательно тоже должны с тобой документы обязательно там и 40 люди скажут что-то может взрывного усопа у вас всегда комплект документов должен быть с собой так по мауре все понятно сейчас мы с вами наверное поспросимся назад и я хочу показать одну из золок которая у нас была и вы мне сразу скажете так сейчас я убиваю белку вот мне очень понравилось это это наш человек вот расскажите что вы здесь видите вы сейчас прослушали и давайте посмотрим вот белый стол почитайте что что это это очень талантливый человек с очень сильной энергетикой правильно правильно зелененький вот этот ореол вокруг он показывает что человек любит природу бирюзовый цвет над головой это очень добрый человек очень верующий человек фиолетовый то есть вот я правильно говорю похоже вот и то что все находится практически в гармонии вы видите да бирюзово зеленый цвет а что касается ног что вы мне скажете почему ноги такого цвета вот на данный момент почему правильно потому что человек сидит это тоже имеется ввиду прибежит человек у него другой цвет ног будет сидит особенно за рулем кто сейчас понимаете вот это очень хорошая она очень хорошая гармоничная аула теперь я конечно бы хотела с вами поговорить о наших графиках как раз здесь очень удобно показать вам значит смотрите зеленый зеленая линия это та энергия с которой должен работать орган это именно та энергия с которой должен работать орган если энергия органа повышена и орган работает в повышенном режиме вы задаете вопросы почему как то есть наша задача то что она сейчас мыслит девочка то что она сейчас занимается поэтому большой мозг это здорово для супер хорошо понимаете хуже было бы если они все были внизу это было бы давление и так далее и прочее 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 поэтому завтра мы с вами будем вы чтобы были готовы я вам просто домашним заданием хочу сказать чтобы вы знали что будет человек принимать напишите себе какие продукты какие продукты вы бы рекомен заболе вот смотрите сердечно-сосудистая система допустим это вам домашним заданием желудочно-кишечный так какие бы продукты если там у нас энергетический сбор опорно-двигательная система мочеводелительная система именно продукты и как раз сами почитайте о продуктах чтобы нам с вами завтра легко это было эндокринная система и органы размножения сейчас мы говорим о графике то есть если уровень энергии домашнее задание дома если уровень энергии повышен орган работает в повышенном режиме что это означает как вам это представить если орган будет длительно работать в повышенном режиме это приведет к воде сочинения потому что представьте автомобиль вот это он крутит крутит обороты крутит крутит скорость увеличивает и в конце концов он бы только строит правильно правильно если уровень энергии пониженный допустим нижняя часть живота я бы конечно очень много задавала вопросов мы на эту тему пока не говорим то есть недостаточно не хватает каких-то веществ питательных может быть легкое какое-то воспаление и мы задаем вопросы очень дело в том что просто в том что у нас есть опрос в средине он с вопросами с ответами с рекомендациями просто сейчас мы не можем расширить так как мы на экран попали поэтому вам легче будет но еще раз вас призываю посмотрите какой цвет посмотрите в каком и задавать в нашей вот этой профессии очень важно правильно задавать вопросы это 90% вашего успеха правильно задать вопрос человеку дальше все остальное очень даже гармонично поэтому если еще я хотела бы сказать сейчас мы возвратимся просто вот вы понимать должны что выше это много энергии ниже не хватает если на черте это нормально дальше мы с вами совершенно другое да правильно это не попали да кстати не знаю здесь вот посмотрите пожалуйста вот не попали на электрот это точно должны быть все понимали здесь вы не читаете график вы не попали на электрот а то скажете это забедренный суток вставлено вон рот мы не попали то есть молодец правильно все правильно вот сейчас мы с вами так а вот теперь посмотрим структуру вы не читаете вот это все очень сложно вы посмотрите то есть если вот сильное наполнение там опасность инфаркта это вы не читаете я вас просто буду показать графики то есть то что я сейчас говорила повышенная энергия пониженная энергия тонкий кишечник а вот это за зубринку вы видите это нестабильность энергии она то повышает как нестабильно работает подло если медленно спадает энергия здесь здесь уже нехватка сил вот видите пустота вон а вот эти графики я хочу сказать что самый нижний график это очень больных людей очень больных людей которые как сказать они энергетически уже истощены и надо срочно помогать поэтому мы смотрим я здесь написала нормальная энергия видите зеленый цвет показан линия выше центральной линии показатель высокой энергии органа ниже это показатель низкой энергии органа пульсирующий вот этот график вверх-вниз показатель нестабильной энергии линия медленно достигающая своего уровня восстанавливающая энергия и линия поднимающаяся быстро снижающая быстро падающая энергия в данном органе то есть там надо очень много с ним работать и разговаривать может быть даже направлять к врачам поэтому на сегодняшний день мы с вами вот сейчас просто дальше уже на следующий день я еще раз повторяю очень серьезно сейчас говорю без умытки то что человек сильно болен только к врачу не пытайтесь лечить не ставьте диагноз работайте с людьми которым можно еще помочь и если вы видите что-то неладное просто сходи к врачу для анализа тот же гемоглобин селезенку там покажем я всегда говорите приходит нормальный он тогда продолжает дальше ни в коем случае не делайте себя давным потому что это очень серьезно что врач это врач это врач мы с вами просто даем информацию о здоровье как поправить свое здоровье а опухоль это очень сложная паренция нам давали его я забыла и никогда надо наоборот не доводить до этого состояния а если уже пришло время получилось так только к врачам и только слушать врача наш продукт реабилитационный он потом будет помогать потом пожалуйста в неограниченном количестве но в начале доктора еще раз вас призываю серьезные случаи тосов врачей не пытайтесь учиться не пытайтесь это на самом деле так потому что это очень сильно и зачем мы не врачи мы не врачи так ну а это конечно тема завтрашнего дня у нас поэтому сегодня на сегодня наверное все потому что изучать целую много куда мы вы уже устали достаточно много я не знаю как как-то готовы с помощью или как но это вообще тема завтрашки и вообще сейчас перерыв у нас 14 часов перерыв сейчас мы с Ольгой Васильевной склассуем этот вопрос давайте эту тему я буду так кто не стал нет чай не а Ольга Васильевна здесь сейчас Сейчас, значит, еще раз, кто не услышал, может быть, вот эти слайды, которые будут заменированы, которые, да, вот, которые основные, там, будет пять или шесть тысяч, с двух сторон, и книга Мартина Глобера, которая будет описание все, да, тоже мы сделаем. Поэтому все желающие будут заказывать, вот, всем это нужно, да, вот, да, вот это Мартина Глобер, там, это ее фотография, вот она, да, то есть там ее практика и описание, что, кто она, сколько лет она занимается, вот она нас лично обучала вас, и всему этому очень интересно, у нее еще одно уже знание, вот это ее, как бы, такое практика и детище, и он, такая книга, она для Пуца. Сейчас, видите, все будет вот так, вот, поэтому мне сейчас вот нужно понять, сколько делать экземпляров, все, никто не отказывается, все нужно. Так, надо посчитать, сколько, вот я сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать человек, а что тут будет? Двенадцать, 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 ну, настоящий, у тебя есть, это моя книга, у меня есть, у тебя есть, то есть одиннадцать пока книг, и у тебя есть, значит, десять книг, а вот этих комплектов, которые будут двухсторонно заванимированы, это всем тогда, да, там, пять или шесть будет, ну, сколько? Девочки, тринадцать минут перерыв. Ответа. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...